Ребята, всем привет! В этом видео вы увидите утечки ранговых наград 12 сезона, ну а также вы увидите подтвержденные утечки 12 Royal Pass. То есть вы увидите как будет выглядеть в отдельности каждая награда за каждый ранг, то есть золото, ас и так далее. И само собой подтвержденные награды, которые будут точно в Royal Pass. Но для начала хотелось бы поблагодарить канал Zeus Gaming за предоставленную информацию, ссылка на него будет в описании. Ну и самое первое, то чего многие ждали и мы еще не знали как будет выглядеть, это именно само собой награда за ранг золота. И как вы видите, ребятки, нас ожидает, ну в соответствии, давайте будем честны, да, в соответствии с остальными утечками, нас ожидает кибернетический костюм. Вы видите как он прямо сейчас выглядит, да, здесь сразу же уже есть и головной убор, далее вы увидите отдельно как он выглядит, вот таким вот образом. Но в принципе, если быть честным, мне костюмчик очень даже зашел. Хорошо, что он не в токсичных цветах, согласитесь, да. То, что, ну, такой более футуристичный, я думаю, это сильно не помешает ситуации. Ну и плюс к этому для коллекции очень даже годный костюм. За это разрабам огромный плюс. Также, если вдруг кто-то пропустил предыдущие мои видосы с утечками, прямо сейчас вы увидите, как будет выглядеть награда за ранг алмаз. Ну, как вы знаете, у нас за ранг алмаза выдается скин на оружие, да. И этим скином у нас будет, конечно же, скин на грозу. Я, в принципе, очень доволен этим скином, потому что у меня скина на грозу нету. Поэтому, да, и плюс к этому выглядит, ну, согласитесь, тоже очень даже годно. И плюс к этому очень даже в тему костюма, да, который за ранг золота. То есть у нас здесь очень все совпадает. Также парашют. Вдруг кто-то не видел. Парашют за ранг аса, ребятки. Выглядит он тоже очень круто. Я с ним, если честно, планирую очень долго еще гонять в игре. Потому что, ну, мне нравится оформление. Да, и плюс к этому цвет очень даже прикольный. Ну, и помимо этого, конечно же, как есть в каждом сезоне, у нас тоже будет в следующем сезоне за ранг завоевателя, да, будет та самая рамочка, которую все хотят заполучить. Не знаю, зачем. Я вот, к примеру, только ранг аса всегда беру. На завоевателя даже не смотрю. Меня он, если честно, не привлекает. Ну, у каждого свои вкусы, правильно? Давайте на этом, в общем-то, мы с вами осмотр ранговых наград закончим. И перейдем мы, конечно же, ребятки, к Royal Pass. То, что, ну, большинство из вас, я думаю, тоже очень сильно интересует. Как вы знаете, 12-й Royal Pass, да, у нас будет в тематику, в общем-то, годовщины, как бы, да, как бы вторая годовщина PUBG Mobile. Ну, и, само собой, сразу же скинчик, который нам обещают, что будет в Royal Pass, но я, если честно, очень сомневаюсь. Я думаю, что он будет все-таки в ящике отдельном, там, где еще будет очень много годных наград в честь второй годовщины. И это скинчик на дачу, ребяту. И, как вы видите, ребятки, это уже скин на новую дачу. Видите, как он выглядит, да? Поэтому у меня сразу же появляется вопрос, а что будет с остальными скинами? Надеюсь, разработчики об этом подумали, потому что, ну, на данный момент я вижу совсем другой скинчик, то есть на другой транспорт. Также есть вот такой вот скинчик на коряк, ребятки. Но, если честно, я тоже сомневаюсь, что он будет у нас в Royal Pass, даже то, что здесь написано, RP, 12 сезон и так далее. Я склоняюсь, что он тоже, возможно, будет в отдельном кейсе. Ну, вы сами знаете, как разработчики делают, да? То есть, когда у нас появляются утечки, там очень годные скины, а потом в конце они у нас в кейсах отдельных, к сожалению. Также вот таким вот образом будет у нас выглядеть костюмчик. Вы его уже видели не один раз. Давайте я вам сейчас его покажу отдельно, ну, более детализированно, да, чтобы в лучшем качестве. Просто вот таким вот образом я буду вам показывать подтверждение, да, то, что это именно подтвержденные награды. Ну, а дальше уже сами награды более детально. Костюмчик, как я уже не один раз говорил, очень даже крутой. Мне он очень сильно понравился. В принципе, я планирую в нем гонять. Ну, он выглядит намного лучше, чем костюм, допустим, из нынешнего, да, Royal Pass, я имею в виду, за сотый уровень. Плюс к этому к нему тоже обещают, что будет дополнительная анимация вот этого плаща, который виднеется сзади. Надеюсь, это подтвердится. Следующая награда, которую снова же вы все знаете давно, ребятки, это, конечно же, награда костюм кошки. Костюм кошки обещают, что он будет именно с анимацией. Ну, и в принципе, я предполагаю, что все-таки 100% будет именно и тот костюм, и этот костюм, и следующий третий сейчас, который вы увидите, именно в Royal Pass, да. То есть, я думаю, что все-таки они, ну, надеюсь, что они этого не сделают и не добавят его в ящик, а это будет именно Royal Pass. Кстати, до сих пор слухи еще актуальны, что хвост, возможно, будет анимирован. Надеемся, ждем и идем дальше. Дальше нас, ребятки, ожидает следующий костюм, третий. Ну, в принципе, у нас всегда так в Royal Pass, да. Третий костюм, который я говорил еще в предыдущем видосе, что он у нас, ну, такой более военной тематики, и многие со мной не согласились, ну, не знаю, в принципе, я придерживаюсь своего мнения. Вот вы видите само подтверждение, то есть то, что... Утечка того, что точно он будет в Royal Pass в 12, имею в виду, да. И если посмотреть на этот костюмчик в отдельности, не знаю, как вы, ребятки, но я все-таки думаю, что он идет, ну, больше в военную тематику. Даже то, что на противогазе у нас, ну, вот эти вот крестики, ну, это не сильно меняет ситуацию, согласитесь. Ну, не знаю, если вы не согласны, вот напишите в комментариях свое мнение. Я все-таки думаю, что это военная тематика и очень даже годно. В принципе, никто вас не заставляет в этом противогазе бегать, правильно? Он же будет, я думаю, что он будет отдельно, как это всегда у нас и происходит. Поэтому костюмчик хороший, ставим ему плюсик и идем дальше. Дальше будут награды, снова же подтверждение награда, но все-таки, возможно, вы смотрели видосы предыдущие с утечками, и вы знаете эти награды. Следующая награда, как я уже ранее и показывал, это, конечно же, скинчик на Бизон. Снова же скажу то, что говорил ранее. Очень даже хорошо, что это скин не на бурстовую М-ку, да, или там, допустим, на Скорельку, или на Юмпик, к примеру. Потому что на эти оружия, ну, я думаю, уже у многих есть хоть какие-то скины. А вот такой вот скинчик на Бизон, я думаю, никому вообще не помешает, само собой, у себя в инвентаре, в коллекции. Но, снова же, один момент. Вот этот вот скинчик и сама расцветка склоняет к мысли, что возможно, возможно, все-таки тот скин на дачу, который я ранее показывал, да, который обещает быть в Роял Пассе, что, возможно, он все-таки будет прямо в Роял Пассе, а не в кейсах. Очень на это надеюсь. То есть, да, там расцветка очень такая токсичная, но все равно, выглядит он годно. Плюс к этому все-таки вторая годовщина. Также, по недавней традиции, да, которую завезли разработчики в Роял Пасс, нас ожидает, как вы сами уже видите, ребятки, новый брелок на рюкзак. Кстати, не знаю, в курсе вы или нет, но на китайском PUBG уже завезли брелки на оружие. И у некоторых наших оружиях, если присмотреться к текстурке, там есть место, где можно прикреплять этот брелок. Поэтому я, ну, в принципе, склоняюсь к этому, не знаю, точно это или нет, это мое предположение, ребятки. Склоняюсь к тому, что все-таки нам тоже завезут брелки на оружие. Ну, как ни крути, на ПК-версии это тоже есть. Следующее, что нас ожидает в 12-м Роял Пассе, это вот такой вот шлем. Шлем, как всегда, мимо Роял Пасса, то есть он никак не вписывается у нас в тематику Роял Пасса. Да и, в принципе, рюкзак, который вы дали, увидите, тоже никак не вписывается. Если быть точнее, они вот, рюкзак с шлемом будто вырваны из другого Роял Пасса. Ну, просто посмотрите, вот так он будет выглядеть на первом уровне. Причем тут рожки, ну, честно, я не знаю, чем мотивируются разрабы, когда добавляют такого рода именно скины в Роял Пасс, которые вообще не вписываются, да. Вот так он будет выглядеть на втором уровне, тот самый же скинчик у нас на шлем. И сейчас вы увидите, как он будет выглядеть на третьем уровне. Ну, в принципе, вы видели уже в подтверждении, да, как он выглядит. Не знаю, мне, если честно, он не зашел. Вот напишите свое мнение в комментариях, но на третьем уровне, ну, это самое простое, что могло было быть. На втором уровне он даже лучше выглядит, чем на третьем. Ну, это чисто мое мнение. Также, ребятки, снова же, по недавней традиции, нас ожидает в Роял Пассе новый скинчик на гранату, который тоже никаким образом не вписывается в сам Роял Пасс. Ну, согласитесь, причем тут собачка, я не понимаю. И, как я уже говорил, скин на рюкзак, да, который тоже никак вообще не вписывается у нас в тематику Роял Пасса. В принципе, утечки эмоций я уже показывал. Кто не смотрел, посмотрите предыдущие видосы, чтобы не растягивать это видео, потому что и так оно получилось длинным. Ну, на этом мы с вами закончим, ребятки. Если вам видео понравилось, конечно же, ставьте лайк. Если оно вам не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. Ну, а с вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok